Можем ли мы назвать то, что Бог дает нам, не так, как Бог это называет? И почему к Захаре не вернулась способность говорить в тот же день, когда родился его сын? Доброе утро, добрый день или добрый вечер всем любящим Бога и Его Слово. А мы завершаем сегодня первую главу Евангелия от Луки и прочтем с 57 по 80 стихи. И начинаем мы с вами с молитвы. Отец, мы благодарим Тебя за истину Твою. Мы нуждаемся в Твоем служении, Святой Дух, чтобы Ты открывал нам ее. Наставляй, вразумляй, веди, направляй, утешай, вдохновляй нас. Мы нуждаемся в Твоем служении и принимаем его с благодарением. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Итак, кратко напомним, в первой главе мы знакомимся с чудом рождения Иоанна Крестителя в семье Захарии и Елизаветы и рождением Иисуса Христа в семье Марии и Иосифа. Три месяца Мария гостит у Елизаветы и затем отправляется к себе домой. И вот теперь с 57 стиха продолжаем. Елизавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею. В восьмой день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его Захарию. На это мать его сказала нет, а назвать его Иоанном. И сказали ей, никого нет в родстве твоем, кто назывался бы с ним именем. И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал Иоанн имя ему. И все удивились. И тот час разрешились уста его, и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех живущих вокруг них. И рассказывали обо всем этом по всей нагорной стране иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили, что будет младенец сей. И рука Господня была с ним. И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря, Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему. И воздвиг рог спасения нам в доме Давидова, отрока своего. Как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас. Сотворит милость с отцами нашими и помянет Святой Завет свой. Клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам. Небоязненно, по избавлении от руки врагов наших, служить ему в святости и правде перед ним во все дни жизни нашей. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить пути ему, дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их, по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира. Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю. Аминь! Слава Господу! Вот оно сверхъестественное чудо рождения Иоанна Крестителя. И в этот раз меня привлек 58 стих. Услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею. А от кого они могли услышать эти слова? Если мы возьмем Елизавету и Захарию, то вряд ли от Захарии. Почему? Потому что Захария на протяжении 9 месяцев ничего не говорит. Поэтому единственное, от кого они могли услышать эту фразу, это только Елизавета. Вы скажете, ну и что тут такого? Елизавета взяла и сказала. Но вот здесь меня привлекло именно то, как она назвала то, что получила от Господа. Понимаете, она не вышла и не сказала. Я получила награду от Господа. Вот мы дождались. Получили. Почему? Ну, потому что мы такие праведные и благочестивые. По 6 стиху. Или потому что мой муж так ревностно всегда служил в храме. Но Елизавета представляет это. Я получила явление милости Господа ко мне. Вы скажете, ну и что тут такое? Просто она фразу такую использовала, взяла и сказала. Господь возвеличил милость свою надо мною. Но, послушайте, крайне важно, как мы с вами называем то, что получаем от Господа. Если вы вспомните пример Израиля, который ходит по пустыне. Помните, одно из чудес, которое сопровождало их на протяжении 40 лет. Бог постоянно кормил их манной с неба. Когда Иисус придет, то в своем служении он будет назвать. Это был хлеб, сходящий с небес. Когда мы смотрим со стороны на то, что они получали от Бога, мы с вами бы могли назвать. Это сверхъестественное обеспечение. Сверхъестественная пища. Но знаете, как сам Израиль назвал эту пищу? Когда в очередной раз они пришли, возмущенные к Моисею, они сказали, «И опротивила нам эта негодная пища». Вы скажете, «Ну, это они просто в сердцах назвали». Они не просто в сердцах назвали. Это и было то имя, которое они дали вот этому Божьему дару. То, как они назвали это внутри себя, «Это негодная пища». А кто-то назвал это «хлеб, сходящий с небес». Когда мы смотрим, как Давид описывает манну, он описывает это как явление милости Бога к своему народу, который ввел их со сверхъестественной защитой, в сверхъестественном обеспечении. Помните, во второй главе «Бытия» Бог начинает приводить каждую тварь, каждого животного к Адаму и дает Адаму право давать имена. Бог дал нам власть давать имена тому, что Он дает нам. Я снова повторю этот вопрос. А как вы называете то, что к вам пришло от Бога? Вы скажете, «Да какая разница, как я называю то, что есть у меня?» Но послушайте, то, как мы называем, дарованное нам, определяет наши последующие отношения к этому. А если вы посмотрите на одну из стратегий дьявола, то как раз в этой сфере Он очень активно работает на подмену понятий. Он черное называет белым, горькое – сладким. Я помню, когда я в 20 лет принял Господа Иисуса, и мои друзья узнали о том, что я стал христианином, стал ходить в церковь, читать Библию. Я помню, как один из моих близких друзей посмотрел на меня таким сострадательным взглядом и сказал, «А как же ты теперь жить будешь?» Я говорю, «В смысле?» «Ну, тебе ж теперь пить нельзя, курить нельзя, гулять нельзя. Ты ж теперь повязал себя по рукам и ногам». Потому что в его голове понятие счастья было связано с тем, чтобы свободно напиваться, блудить, гулять, жить где ты хочешь, с кем ты хочешь, как ты хочешь. Вот это входило в его понятие такого слова, как счастливый. Но Писание говорит, «Блажен человек, который не ходит на совет нечестивых, не сидит в собрании развратителей, не стоит на пути грешных, но блажен человек, у которого воля его в законе Господа и о его слове он размышляет день и ночь». Посмотрите, как дьявол поменял эти понятия. Вроде бы одно и то же слово. Бог говорит, «Счастье – это вот что и в каком оно виде». И библейское понятие счастья напрямую связано с исполнением воли Божьей или когда человек приходит в совершенное единство с волей Божьей и начинает творить то, что Бог говорит ему делать. Вот в таком режиме человек может испытывать максимальный эффект блаженства, счастья. Но для большинства людей понятие воли Божьей никак не связано с блаженством. Многие до сих пор продолжают бояться воли Божьей. Для них это что-то страшное, отталкивающее. Там нужно свою волю подавлять и подчинять себя воле другого. Что? Там не может быть никакого счастья. Видите? Это подмена понятий. И кто является автором этого? Дьявол является автором подмены понятий. И я снова возвращусь к вот этому откровению. Насколько нам важно называть все так, как Бог это называет. И иметь отношение к этому точно так же, как это отношение есть и в Боге. И эта тематика в этих стихах поднимается не единожды. Смотри, в 57 стихе написано, Елизавете же настало время родить. И тут она родила сына. Но Захария продолжал молчать. Хм, мне стало интересно, почему Захария до сих пор молчал? Попробуйте себя представить на его месте. Ну, как минимум, скажем так, некоторая разбежность появилась. Стоп! Ведь Бог же мне пообещал, что я снова буду говорить, когда родится сын. Ведь это же Бог пообещал. И это, друзья, напоминает мне те моменты, когда Бог дает нам с вами какие-то обетования. И мы, соглашаясь с ними, мы желаем, чтобы это проявилось. И, соответственно, мы начинаем ожидать проявления этих обетований. Но проходит какое-то время, когда по всем вашим подсчетам это же вот уже то самое время, обетование не проявляется. Один день не проявляется, второй день не проявляется, третий день не проявляется, четвертый день. Что вы делаете в такие моменты? Как быть? Почему в жизни верующего человека, любящего Бога, избранного Богом на служение, почему в жизни Захарии такое происходит? И мы сейчас не говорим о периоде молчания, мы уже разобрали с вами причину этого молчания. И я не удивлюсь, что когда, допустим, на третий или четвертый день после рождения сына он проснулся и снова понимает, что способность говорить к нему так и не вернулась, я не удивлюсь, что в один из дней к нему могло начать приходить давление, может я еще что-то сделал не так. А дьявол обязательно будет использовать такие моменты, чтобы сеять семена клеветы. Это ты допрыгался, вот это ты тогда досомневался и Бог разгневался на тебя так, что теперь рот тебе не хочет открывать. И его цель всегда представлять образ Бога каким-то суровым, злым, искаженным. Но при этом все равно факт остается фактом. Бог пообещал, когда сын родится, ты заговоришь, сын родился уже первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой день, неделя. Неделя уже целая прошла после рождения сына. А обетование не исполнилось. То, что Бог пообещал, оно так и не проявилось. Почему? И для того, чтобы нам ответить на этот вопрос, давайте вернемся к тринадцатому стиху и прочитаем то, что сказал ему ангел. Ангел же сказал ему, не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя и жена твоя Елизавета. Роди тебе сына и наречешь ему имя Иоанн. И вот здесь ответ, почему, казалось бы, в тот день, когда родила Елизавета, почему Захария продолжал молчать? И заговорил он, как мы с вами прочитали, уже на восьмой день, когда они принесли младенца в храм для обрезания. Потому что именно там Иоанн исполнил вторую часть того, о чем ему говорил ангел. Здесь было две составных. Первое, Елизавета, роди тебе сына, и второе, наречешь ему имя Иоанн. Вот твоя часть, вот то, что важно сделать с твоей стороны для того, чтобы это обетование проявилось. И поэтому, когда Елизавета родила, скажем так, исполнился первый пазл. И уже затем, когда они пришли в храм, и Захария пишет на дощечке его имя Иоанн, вот после этого уже Захария снова обрел способность говорить. И эта иллюстрация дает мне понимание важности того, чтобы полноценно исполнять то, что Бог говорит нам исполнять. Это важно, друзья. И именно тогда, когда мы с вами в послушании идем за Господом в этом процессе, исполняя то, что Он говорит нам делать, друзья, именно таким образом мы открываем себя для проявления полноты того обетования, которое Он дал нам в нашу жизнь. Поэтому Захария снова обрел способность говорить уже именно после того, когда Елизавета родила, и он назвал его именно так, как Бог сказал ему его назвать. И посмотри, какая происходит удивительная связка. Как только он называет это так, как Бог это называет? Первое, происходит чудо, его уста открываются, но теперь, смотри, если вспомним, когда они закрывались, что этому предшествовало? Этому предшествовали его слова неверия. Но когда сейчас они открываются, посмотрите, с Иоанном что-то произошло. Я убежден, что 9 месяцев были проведены им не напрасно. Я почему-то склоняюсь, что на протяжении этих 9 месяцев он погружался в Писании, он рассматривал те пророчества о Мессии, о Предтече, о том, как Бог приготовит путь, для чего он придет. Я склоняюсь к тому, что Иоанн, будучи безмолвен, прежде пребывал в Слове, а если мы вспомним слова Иисуса, от избытка сердца, говорят уста, то это еще более подтверждает факт того, что Иоанн прежде чем-то должен был наполнять свое сердце. И вот здесь происходит соединение естественного со сверхъестественным. То есть пребывать, размышлять над Божьим Словом это естественная часть, которую мы с вами можем исполнять. Но сверхъестественная, когда к этому подключается Святой Дух и вот этот целостный пророческий поток он начинает звучать словами силы, словами власти и словами сотворения событий будущего. И возвращаясь к 59 стиху, смотри, написано, что в восьмой день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его Захарию. И это так интересно. Смотрите, друзья, сейчас мама и папа приходят со своим ребенком для того, чтобы совершить обряд обрезания. И теперь находится некто, кто решил дать имя их младенцу. Для меня это как в принципе интересная ситуация. Сейчас вот я мама, вот папа есть. Можно мы сами будем решать, каким именем будем называть наших детей? И вот здесь возникает хороший вопрос. А как я буду реагировать на всякие попытки кого-либо, чего-либо диктовать мне, моему дому, моей семье, моим детям, моему мужу, моему телу, моим финансам, диктовать какое-либо направление вопреки Господа? Потому что, по сути, смотрите, говоря о том, чтобы дать имя ребенку, мы говорим о том, что это включает в себя некоторое направление. Ведь раньше к имени относились более серьезно, чем сейчас. Потому что каждое имя, оно несет в себе некоторый смысл, что само собой подразумевает некоторое направление. И смотрите, они хотели его назвать так же, как называли папу. Но Господь в этот раз обратил мое внимание именно на сам принцип того, что есть люди, которые не знают еще пока воли Божьей для этого ребенка, но они уже желают задавать ему направление в рамках того, как двигался его папа. Более того, смотрите, когда Елизавета говорит в 60 стихе на это мать его сказала нет, а назвать его Иоанн. Хотела бы увидеть их лица. Потому что в 61 стихе, смотрите, какая очаровательная реакция. И сказали ей, никого нет в родстве твоем, кто назывался бы с ним именем. Ты что это себе выдумала? Да как ты вообще посмела подумать, что ты можешь назвать ребенка как-то другим именем? Тебе кто сказал такое, что ты, что, ранами кого-то там исцелена? Иисуса? Это ты с чего взяла? Это где у тебя в семье? У тебя кто-нибудь? У тебя кто-нибудь исцелен был уже ранами Иисуса? Нет. Что значит, ты богата? Как-то ты в долгах, как в шелках. Какой ты богата? Как, где ты изобильна на всякое доброе дело? О чем идет речь? Ты вдруг решила, что ты будешь счастлива? Ты вдруг решил? Откуда? Да никто в твоей семье никогда не был счастлив. Твои родители развелись, бабушки с дедушкой жили несчастливо и так далее. Так много всего вокруг, что претендует на то, чтобы задать направление нашей с вами жизни, жизни наших детей, нашей семьи в каком-то другом русле, вопреки тому, как Бог желает этого. И я здесь вспоминаю слова апостола Павла, который говорил, «Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». Человекоугодничество или зависимость от мнения людей – опасная штука. Потому что, если мы все еще будем продолжать оставаться зависимыми от того, как люди о вас думают, что люди о вас говорят, то таким образом дьявол будет использовать других людей для того, чтобы навязывать вам свое мнение. И вот, как мы говорим, называть что-либо не так, как Бог это называет. И смотри дальше, в 62 стихе написано, «И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его». И вот тут, друзья, вы только попробуйте представить, если бы Захария в этот момент как-то по-другому захотел бы назвать своего сына. Ну, например, в честь себя любимого. А что? Ну, Захария, отличная идея. Я же его папа, меня же тоже так зовут. А чего? Ну, хорошая мысль, мне нравится. У меня впечатление, что Захария бы до конца жизни не имел возможности снова говорить, потому что он бы так и не исполнил тот второй пазл, о котором Бог ему сказал, что тебе важно назвать его Иоанном. Но, слава Богу, у Захарии хватило мудрости. За 9 месяцев молчания он научился, что лучше сразу соглашаться с Господом и желать исполнять именно его волю, потому что это самое лучшее, друзья. И он называет его Иоанном. И вот здесь снова-таки этот вопрос, друзья, как мы с вами выбираем называть себя, свой дом, свою семью, своего мужа или свою жену, своего ребенка. Мы какие? Какое наше тело? Как вы себя называете? Как вы видите себя внутри? Как вы к себе относитесь? Вы кто? Вы какие? На ваш взгляд, как Бог к вам относится? И вот здесь я повторюсь, как вы выбираете называть себя так, как Бог вас называет, что ты возлюблена, ты оправдана, тебе все грехи прощены. Я никогда более не вспоминаю о твоих грехах, и тебе не стоит. Ты полностью исцелена, ты сочная, ты свежая, ты плодовитая, ты богата на всякое доброе дело, ты живешь в изобилии. Иисус обнищал ради тебя, чтобы ты была богата. Это то, что Бог думает о нас, точнее всего лишь маленькая часть того, как Бог нас видит. Но вопрос весь в том, а как мы выбираем видеть себя, и как мы выбираем называть себя? Снова таки, как мы называем наших детей? Ты бестолочь? Ты что, глухой? Ты не слышишь? Ты двоечник? Ты ни на что не способен? Ты ничего не умеешь? Да откуда у тебя руки растут? Я просто стараюсь привести некоторые примеры для того, чтобы мы могли с вами услышать это со стороны. Что выходит из наших уст? Это слова благословения? Слова жизни, которые исцеляют, восстанавливают, ободряют, утешают, вдохновляют? Или слова проклятия, которые воруют, которые уничтожают, которые приносят разрушение? Это выбор и решение. Да, друзья? Бог снова и снова напоминает, это выбор и решение. И прелесть этого пункта в том, что мы всегда это можем изменить. Потому что, когда Елизавета сказала, нет, и его имя будет Иоанн, то эти люди, которые хотели дать другое имя, знаете, они как бы на нее посмотрели, послушали и повернулись к Захарии. Я осознаю, что сейчас Елизавета называет имя Иоанн именно потому, что Захария ей об этом сказал. Я убеждена, что за 9 месяцев Захария нашел способ донести Елизавете эту мысль, что это имя, которое Бог дал их ребенку. И очень важно назвать их ребенка именно таким образом. Снова-таки, то, о чем ты говорил, нам нельзя, друзья, зависеть от мнения других людей, потому что это рабство. И Иисус пришел освободить нас от этого. Единственное, главное мнение, от которого нам всегда стоит зависеть, это мнение Иисуса. А его мнение, оно всегда доброе, оно благое, оно совершенное. Поэтому, добро пожаловать, давайте пересмотрим вот эти важные составные нашей жизни, как мы себя называем. Потому что Иоанн, это была воля Божья для этого ребенка. И для нас с вами есть Писание, в котором записана совершенная воля Божья для каждого из нас. И когда вы начинаете соглашаться, называть себя здоровой, исцеленной, а кому-то вокруг это не нравится, друзья, это их вопросы. Ваша задача выбрать двигаться в соответствии с тем, как Бог говорит вам двигаться. Потому что именно на этом будет благоволение, именно на этом будет благодать от Бога, потому что это совершенная воля Божья для вас. А значит, это самое лучшее, что существует для нас с вами. И когда мы называем дарованное нам от Бога так, как Бог это называет, не поддаваясь влиянию извне, назвать это по-другому, тогда, послушайте, вот эта позиция, она повлияет затем на тех, кто прежде пытался навязать вам свое мнение. И когда мы посмотрим 63 стих, как только ему дали имя, все не просто удивились, они в 65 стихе становятся проповедниками, они начинают за тем другим ходить и рассказывать об этом явлении чуда или возвеличивании милости Господа. Так, что эта новость становится известной по всей нагорной стране иудейской. И все, слышавшие 66 стих, положили это в своем сердце и говорили, что же будет это за младенец, когда мы с вами остаемся стоять в Божьем Слове, когда мы называем с вами все так, как это называет Бог, это обязательно окажет свое сверхъестественное влияние на людей, которые нас окружают. Но если мы будем пытаться быть лояльными, идти на компромиссы, угождать людям, то послушайте, ваше человекоугодничество в результате не изменит этих людей, оно не повлияет на них, они будут все время оказывать на вас влияние. А это опасная позиция. Аминь. Вот те мысли, на которые Господь обратил наше внимание, а что в этих стихах увидели для себя вы. Добро пожаловать. Пишите обратную связь в комментариях и в чате Bible в Телеграме, где каждую субботу также в 14.00 по киевскому времени у нас проходят онлайн-эфиры в аудиоформате. И вы сможете послушать откровения других участников, размышлять над Писанием вместе с нами и снова ободряться в вере. Аминь. Отец, мы благодарим тебя за это время и мы благодарим тебя за твое слово. Благодарим тебя за власть, которую ты даровал нам. Власть говорить. Власть брать твое слово, вкладывать его в свое сердце и в свои уста и называть все так, как это называешь ты. Мы просим тебя, помоги нам никогда не быть зависимыми от людей, но возрастать в нашей зависимости от тебя, от твоего мнения, от твоего слова, приводя к проявлению в волю твою во имя Иисуса. Аминь. Аминь. А на этом нам пора заканчивать. Рады были быть сегодня с вами в следующем выпуске. Услышимся. Всем благословения.